Добрый вечер. Александр Хольс из сборной Швеции в перерыве назвал игру сборной России грязной. Была ли какая-то грязь или он что-то перепутал? Спасибо. Да нет, конечно. У нас все ребята стараются играть в чистый хоккей, никаких грязных силовых приемов. И, наверное, может было видно с их стороны грязные какие-то приемы. Так что у нас нет никакого акцента на такую игру. Привет. Игроки сборной Швеции пожаловались на грязные действия хоккеистов сборной России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Хнык-хнык. Ах, как неловко получилось. Попробуйте куда-нибудь написать письмо. Например, в ООН. Сборная России прервала победную серию шведской команды на групповых этапах молодежных чемпионатов мира. Но самое главное, что в четвертьфинале мы гарантированно получим легкого соперника. Сборная России не получит в четвертьфинале сильного соперника. Это стало известно после победы нашей команды в овертайме на сборной Швеции. Могли бы досрочно стать первыми, но пропустили за минуту до конца основного времени. Это досадное недоразумение, а предсказать рикошет никто не может. Мы провели очень крутой матч, несмотря на довольно спорные судейские решения, энергию шведов и потери в составе. Егор Ченахов пропускал матч из-за травмы, а значит нарушились сочетания. Однако команда удачно справилась со всеми сложностями. Отметим и тренерский штаб, который сделал правильные выводы после суетливой игры с Австрией. У нас появились варианты, это самое главное. Мы могли задавить соперника, но если они перехватывали инициативу, то здорово оборонялись и предлагали контратаки. Важным аргументом в пользу нашей сборной стало и то, что первое звено наконец-то осознало свою важность. Василий Подколзин радовал своими фирменными проходами, Родион Амиров поражал техникой, а Марат Хуснудинов работоспособностью. Нет претензий ни к одному игроку обороны. Конечно, у тренеров будут замечания, но это технический момент. Главное, что после неудачи с Чехией мы снова пришли в себя. Показали, что приехали в Эдмонтон не в качестве пассажиров, а готовы биться за золото. В четвертьфинале мы должны взять свое, а дальше нас в любом случае ждут две битвы. В группе мы можем стать первыми, можем вторыми, но в сущности никакой разницы между Германией и Словакией нет. А в полуфинале в любом случае надо побеждать. Первый матч Ильи Ковальчука за авангард закончился унизительным поражением от аутсайдера. Сам Илья не реализовал последний буллит, но это мало из проблем. Понятно, что у Ильи был слишком большой перерыв, так что никто не требовал идеала. Напрягло другое. В первой игре подтверждаются самые худшие опасения насчет роли Ковальчука в команде. Ему теперь можно все, чего нельзя другим, даже иностранцам. Ковальчуку будут предъявлять совершенно другие требования, а остальные хоккеисты будут все это прекрасно видеть и делать выводы. Как можно давать человеку больше 20 минут игрового времени после такого перерыва? Да он этого не заслужил. У Ильи была только одна тренировка. Харты требуют от всех, даже от Секача Столчинским, бежать в оборону при первой возможности, а Ковальчук возвращался к себе в зону на прямых ногах, что, кстати, в конечном счете и стоило ему работы в Северной Америке. Так можно обороняться лишь в любительских лигах. Да, Ковальчук забил, но и Павел Дедунов забил. И соперником был Кун Лунь, клуб, собранный даже не к началу сезона, а к третьему месяцу турнира. Но даже во встрече с таким слабым соперником, Илья умудрился допустить столько потерь, что будь у него другая фамилия, этот хоккеист поехал бы в Новокузнецк. Опять же, главный тренер не сделал ничего, чтобы показать свое недовольство, а Александр Хохлачев сел в запас за меньшую провинность. Есть еще один момент. Ковальчук не вышел к журналистам после первого матча. В Авангарде так не делается, и любому другому пресс-службу бы просто не позволило уклониться. Для Ковальчука все это несерьезно, он делает одолжение Крылову. Будущего с таким хоккеистом нет. Кстати, Авангард потерпел унизительное поражение аутсайдера в серии булитов. Будущего с таким хоккеистом нет. СКА неожиданно проиграл в Хельсинки, но больше всех пострадал в последний игровой день 2020 года в Витязь. Они уступили московскому Динамо и все дальше от плей-офф. И последнее Михаил Анисин проведет остаток сезона в Ижевске и будет выступать за Ишсталь высшей хоккейной лиги. Если власти Удмуртии ввели какие-то ограничения на посещение общественных мест, то их надо непременно снять. Это большое подспорье для бизнеса. До свидания.